Материнство Материнство исторически, конечно, менялось очень сильно. То, о чем можно судить, ну, например, если говорить о России, потому что все равно это было в разных странах по-разному. Если говорить о крестьянской семье в России, поскольку в 18-м, например, веке большинство населения подавляющее, это были именно крестьяне, то что это вообще было такое, что в ней было материнство? Детская смертность составляла где-то процентов 30 в первый год жизни. До взрослого состояния, до 20 лет, доживало около половины рожденных женщин и детей. Выживание рода в целом, ну, вот всего этого человеческого коллектива, семьи в целом, деревни в целом, было гораздо важнее выживания отдельного ребенка. Их оставляли, на кого попало, их не кормили, ими не занимались, их не перепелёнули в течение всего дня. Все уставали, все работали в поле, все там собирали хлеб или еще что-то такое делали. Потом, когда появлялись дети старшие, то есть старших оставляли с младшими, они были няньками, и у тех, кто был не первый, уже было больше шансов выжить. Но зато в выживании первого были заинтересованы сами родители. Ну, как вы сами можете уже увидеть, это такой биологический во многом был процесс. То есть в это почти не было включено никакое образование. То есть вот формирование человеческого капитала человека, вот этого ребенка. Нужно было его научить только хозяйственным делам. Да, тяжелой физической работе, в которой потом и проходила вся его жизнь. Но больше ничему. То есть, да, родители его этому учили, но они и сами были в этом заинтересованы, потому что, ну вот, голод был угрозой. Голод существовал в России до конца 19 века. И это была очень сильная, понятная каждому мотивация. Основная проблема была это физическое выживание ребенка, на которое все равно никак нельзя было повлиять. Потом начала развиваться медицина, и она начала внедряться достаточно широко. Что, собственно говоря, привносило развитие медицины? Люди поняли, что ага, вот этот конкретный ребенок, он может выжить, я могу что-то для этого сделать. Стали внедряться какие-то гигиенические практики, что вообще если ребенка мыть там почаще, при этом чтобы было тепло в том месте, где его моют, то у него больше шансов будет не заболеть. Что кормить его надо там, ну да, тогда было по часам, и что это правильно, и он тогда тоже выживет более вероятно. И не совать ему там какие-то соски из хлеба, и вообще как-то за ним лучше следить. И он тогда выживет, и не надо будет рожать больше, не надо будет рожать следующего. Начала сокращаться рождаемость Россия еще в конце 19 века. То есть было 7 детей на одну женщину в среднем, а стало 5 уже в следующем поколении, те, кто родился в 1890-е. А потом она стала сокращаться все больше и больше. Поколение, которое рожало между двумя войнами, Первой мировой и Второй мировой, где-то в среднем 3-4 человека приходилось на женщину, и после Второй мировой войны она упала еще больше. Образованием тогда, собственно говоря, занималось государство. То есть оно пришло и сказало, а вот у вас будет школа, и вот дети должны в школу ходить. У родителей даже было к этому какое-то сопротивление, что в школе детей научат палахому. В Советском Союзе еще появились уже даже ясли, но они обычно работали только именно в летнее время, во время страды в деревне. В городе, конечно, нет. Эти детские сады ясли охватывали отнюдь не прямо 100% населения. Но кого-то они охватывали, и люди начинали уже понимать, что, в принципе, можно рассчитывать не только на себя в вопросе выживания этого своего ребенка. А образование вообще тогда не было делом родителей. Они сами были там неграмотные крестьяне, ну да, они там проходили ликбез, но чем они могли помочь ребенку? Если его школа учит, то значит, школа и учит. То есть это как бы вот так вот и было. Школа отдельно, родители отдельно. Родители могли ему чему-то хозяйственному научить. Вот это ощущение, что школа все-таки сама учит детей, оно продолжало существовать до самого позднего Советского Союза. Школы были очень разного качества. Далеко не все заканчивали все там 10 классов, кто-то заканчивал 8-7, но вот эта норма обязательного среднего образования, там сначала 3-4-летнего, потом 7-8-летнего, она была не с родителей, она была все-таки со школы. То есть они могли пытаться влиять на родителей, наверное, кто-то не заканчивал эти обязательные классы и тогда, но не было вот такого ощущения в обществе, что родители виноваты, они должны добиться того, чтобы любой ценой любой ребенок школу закончил. Родители работали, дети были в школе, по улицам они бегали одни с ключом там на шее. Если были какие-то бабушки, они в основном готовили еду, если это были крестьянские бабушки, если это были дворянские там какие-то образованные бабушки, да, они могли читать детям книжки, немножко помогать им делать уроки. Но это было не нормой, а исключением. Тут хочется вспомнить о дворянском материнстве в России, и не только в России, о том материнстве, которое пошло на самом деле от Жан-Жака Руссо. Разделение сфер. Мужчина в публичной сфере, женщина в частной сфере. Частная сфера, это означает, что она не только рожает детей, она занимается их формированием, она формирует их человеческие капиталы. То есть ее ребенок, насколько он будет образованным, успешным в жизни, культурным и так далее, это зависит от матери очень во многом. Для этого сама мать тоже должна быть образованной, поэтому образование должно быть не только у мальчиков, но и у девочек. В младенческий период дворянская мать была практически не вовлечена. Существовали всякие кормилицы, мамки, няньки и так далее. В некоторых странах, например, во Франции, ребенка даже отсылали вообще в деревню на младенческий период, чтобы он там типа жил на воздухе и кормилицей им занималась. Возвращался он в семью свою, только когда уже был готов учиться. И то процесс обучения часто был связан с какими-то пансионами, куда он тоже уезжал и с концами. Но в России в основном все-таки он жил дома в этот период, хотя по-разному бывало. И все-таки следить за его образованием, мониторить его образование должна была в основном мать. Русские дворянские матери, например, дочерьми начинали заниматься, даже уже вот когда они заканчивали все эти пансионы, их надо было замуж выдавать. То есть вот у них тогда уже начинались какие-то процессы коммуникации по поводу того, как, значит, надо в жизни устроиться. А сыновьями они занимались более вовлеченные, более, так сказать, посвящали, наверное, немножко больше времени в среднем, потому что, ну, социальный успех сына, наверное, зависел больше от него самого, чем от его брака. Гораздо больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова